Рогатая жаба радушно приветствует вас, дорогие зрители! Открываю для вас ворота и двери моей империи! Проходите, присаживайтесь, присоединяйтесь к моим армиям, берите свои мечи, копья и щиты, и давайте бить хаос! Хотя, конечно, сейчас вся ситуация выглядит так. Мы как травоядная, которая забилась в уголок и дрожит, и думает, откуда же хищник нанесет следующий удар? Откуда ждать его острых когтей? Нам не хватает разведки. Определенно, нам не хватает агента, который бы смотрел и следил за вражескими территориями. Никто ни за какую плату не хочет отправляться на эти выжженные земли, где обитает только смерть и холод. Когда-то это были торговые порты, это были города, которые были насыщены жизнью, где рожались новые и новые подданные великих маленьких княжеств государств. Великих маленьких княжеств государств. Звучит так. Великих кусочков, которые можно было объединить в одну огромную империю. Но Рейкланд прошел путем немножко другим. Мы завоевали то, что было у нас за спиной, и теперь встречаем хаос. Тем, что успели скопить и восстановить. Может быть, кто-то сделает по-другому. Кстати, кому интересна эта модификация, называется она Unstoppable House. И ссылка на нее есть в первом видео этого прохождения. Так что устанавливайте себе, пробуйте. Я хочу вам сказать, что хардкорней мода на Warhammer Total War я еще не видал. На Total War Warhammer. Чем эту модификацию? Ну, все впереди. Может, кто-то сделает еще более сложные модификации. И, может быть, мы их решимся опробовать. Но вы только представьте! Кстати, давал вам немножко неверную информацию. На самом деле, в первой волне приходит не 13, а 12 армий. И пока не останется 4 из них. Точнее, 3, 2, 1. Не будут истреблена первая волна. Вторая волна не придет. То есть, как это работает? В ваниле остается одна орда первой волны, приходит вторая волна. А в этой модификации остается 4 орды первой волны. Точнее, если меньше, чем 4 орды остается, то приходит следующая, вторая волна на 3 орды больше, чем предыдущая. И так вплоть до 30 волн. В общем-то, мысль другую я хотел сказать. Хотел сказать, что нам пока не нашелся смельчак, который готов пойти и разведать эти пустоши. Но, так как Фолькмар у нас умеет убеждать, скорее всего, как раз идеальный момент, чтобы такого смельчака подготовить. У Фолькмара есть замечательная способность. Называется рамк нанимаемых героев плюс 5 для воинов-жрецов. Это провинция. То есть, в любом региончике одной провинции стоит, и уже рамк нанимаемых воинов-жрецов будет плюс 5. Плюс 5 уровней. Плюс сам Фолькмар, Великий Теогонист, дает плюс 2 к уровням для воинов-жрецов в этой провинции. Итого плюс 7 выходит. И в этой провинции, в Альдорфе, у нас получается, есть возможность, благодаря постройкам, нанять ранг нанимаемых воинов-жрецов, плюс 2 для воинов-жрецов. Итого, это 7 и 2, это 9. То есть, с 10 уровня мы можем героя сразу нанять. Не прокачивать его трудами, а прямо взять и нанять. Воин-жрец. Стоит, конечно, дорого. 2 тысячи, 300. В содержании. Но ты будешь нашим смельчаком. Неуклюжесть. Этот человек не мог реализовать себя иначе, как рисковать, рисковать и рисковать. Хотя он был и неуклюж. Но это, наверное, самое безобидное, что может быть. Шанс ранения в случае неудачи. Он не будет использоваться, как герой, совершающий заказное убийство. Он будет использоваться, как герой в армии, дающий бафы. Поэтому мы его спокойно нанимаем. Пока он, конечно, будет использоваться, как разведчик. Но прокачаем мы его для армии на восстановление. Так как у нас полноценный зарождается лорд. Вот так вот, смотрите. Лорд. Вот этот вот у нас будет. Тоже мы его будем качать. Кастельян, инженер, Ганс, Фолькман. Великодушие. Доход от всех построек. Плюс 5 от региона. Надо было его на что-то другое брать. Ну, ладно. Тем не менее. Он у нас есть. И мы этого героя дадим потом ему. Когда он совершит разведку в этих землях. Если он, конечно, выживет. Так, дружище. Ты идешь у нас в Артуа. Даешь скидку на строительство, как мы и планировали. Потом в заставу черного камня. В Артуа мы строим цех ткачей. Вот эту постройку пока не строим. Потому что нанимать копейщиков и арбалетчиков мы здесь не будем. А денежка нам посиболечка. Нужна больше. И давайте стены выстроим. Кстати, он нам еще... Не, еще одного не будем нанимать. Хотя, блин, так и тянется рука нанять еще одного героя. Но я понимаю, что наш бюджет просто не потянет так много агентов. Их есть во что одеть. Конечно. Тут вопросов никаких не возникает. И даже их есть куда добавить. И они будут приносить пользу. Но. Но, но, но. Казна. Нам нужны деньги на строительство. И нам нужны средства для того, чтобы избавляться от агентов. Скейлингов, фаргов и всяких таких. Что, давайте попробуем убить по дешевке. Вот это вот парня. Проходимец. Но это он для следующего убийцы такой потенциал готовит. Потому что у нас, у нас... Будет еще один охотник на ведьм. Который будет убивать. Чтобы шанс был большой. Надо убить как можно больше агентов хаоса. Их слишком много развелось. И они плодят и плодят восстание. А куда мы идем? В прокачку чего? Наблюдение. Охрана. Цель. Своя армия. Изменничков. Действия. Чужая армия. Пропаганда. Сопротивление. Скверни. Ну как бы мы к пропаганде идем. Пропаганда нам нужна. Чтобы отогнать скверну. И надо лазучика брать. Но можно взять инспектора. И доход от всех построек в этом регионе увеличить. Вплоть до 15%. А это в итоге, если в Альдерфе он будет находиться, даст сотни и сотни золотых монет. Даже в Марьинбурге это будет давать много денег. Так что давайте, наверное, вкачаем ему еще и инспектора. Чтобы он бродил по нашим землям не без пользы. Так. Полезное действие совершили. Полезное действие совершили. В Марьинбурге на следующем ходу будет восстание. Надо кто-то, кто поможет его подавить. Ты, наверное, идешь сюда. Со всех ног. В Паравоне. На следующем ходу в Квенеле будет готова постройка. И мы сможем продолжить строительство. Поэтому вот этого чувачка мы не убираем. Даже поставим сюда, на границу. Разместим его. Пусть уровень повышает. О, кстати, у нас тут еще один агент уровень повысил. Мы его качаем в защитника. Чтобы вдруг понадобится отсрочить осаду какого-то из замков войсками той же Телии. Эсталии. Не Телея. Телея уже нет. Самое очевидное. Не заметил, что у меня тут тоже уровни поднялись. Подавление дисциплины и всякое такое. Но. Но-но-но. Молот Сигмара. Боевой конь. Капитан Тима. Пора его садить на лошадь. Но мне нужно и провидение в качате. Молот Сигмара и боевого коня. Давайте, наверное, на лошадь поставим. Так они будут подвижнее. Можно ему даже огненный шар выписать. Чтобы дразнил врага. Хотя с глаз. Причем такой классный. Это просто потрясающе было бы. Чтобы он продолжал так влиять на противника в зоне действия. Молот или провидение? Давайте молот вкачаем. Потом огонь души. И теперь надо решить, что делать с нашими войсками. Вот тут, я думаю, настало время возвращаться. Возвращаться к Горселю. Потому что, как я уже говорил, мы как травоядные, мы не знаем, откуда хаос придет. Вдруг. Этот гад пригородил, кстати, нам путь. Давай, иди сюда. Ты тоже где-то тут будешь восстание подавить. Ты будешь ему помогать. Кстати, у нас на границе появились орки, да. И в прошлой серии я говорил о том, что если бы мы на них напали, объявили им войну, то это был бы хороший повод выполнить дополнительную... Сделать точнее шаг вперед для получения Гхалмараза. Мы сейчас две армии в зеленокожих разбили. А если бы еще Красноклыков разбили бы, то третья армия была бы. А то и четвертая. Только есть одна беда и одна проблема. Нам до них далеко, а вот этот хаос близко. Единственное, что я могу предположить как вариант, это сделать где-то здесь засаду. И приманить врага поближе. А вы отойдете чуть-чуть подальше. Сюда, например. И попробуйте нанять, 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 нанять. Ммм, у нас алибордисты появились. Так это ж супер. Алибордисты получше копейщиков. Если их вот так вот закрепить, то можно увидеть чем. 480 здоровья, плюс 4 дисциплина, плюс 3 атака в ближнем бою, защита в ближнем бою, плюс 2 силы, оружие плюс 2 и усиление натиска плюс 3. И, конечно же, спецификация. Если тут атака против крупных целей, то тут, кроме всего прочего, у них появляется и бронебойность, что против хаоса самое то. Единственное, что это они и дороже. И у них нет такой защиты от стрелков. Но у хаоса стрелков нет. Что мы сделаем? Давайте попробуем эти два отрядика, наверное, объединить. И нанять больше алибордистов. И уже начинать состав своей армии немножко изменять именно под этих самых алибордистов. Так, в казне 11 тысяч, 2 тысячи в качестве дохода. Всего мы получаем 18 тысяч. Но это временное явление, потому что мы сейчас с Альдорфа большие суммы получаем. Из-за того, что наши герои здесь присутствуют и дают бонус к налогам 129%. Как только они отсюда уйдут, все, конечно, изменится. Зелье безрассудства. Тебе можно зелье силы кинуть. Интересно, что тебе можно вместо вот этого стандарта бросить. Бросить, бросить, бросить. Небоевые потери. Опыт, опыт нет. Тебе нужен или на дисциплину что-то, или на урон сквозь доспехи. Магического предмета у нас до сих пор нету. Окейушки. Кстати, фолькмар у нас где? Здесь. Пожалуй, я бы их даже немножко переставил. Может быть, на сопротивление скверни вампиров и хаоса не Гюнтера руку помощи поставил бы. Хотя, конечно, они тут дают зверское сопротивление. Всего 23 единицы персонажа. Постройки 12 единиц. Два технологии. Местное население 4. Противостоим такому количеству агентов хаоса. Но я бы кинул куда-то в другие провинции. Кстати, как там у нас по рискам восстаний. Может, кого-то куда-то надо переставить. Где-то у кого-то отобрать сбор налога. Давайте попробуем повременить с беспорядком здесь. Так как может так случиться, что Карл Франц быстро туда не дойдет. Ну что, я готов к передаче хода. Самое рисковое, что можно сделать, это передать ход. После передачи... О! Еще 2 орды хаоса. Если с самого начала пришло 12... Я не помню, сколько мы уничтожили. Кстати, кто может, подсчитайте, пожалуйста, сколько орд хаоса мы уничтожили, а сколько разбили. То, что 2 у нас полуживых орды, это я знаю. Нет объявления о новой волне, значит их или 4, или больше 4. То есть, либо еще откуда-то ждать еще орды, либо надо их записывать. Окровавленный нож, талисман защиты, спас бросок плюс 10. Совершить успешное покушение на следующего персонажа. За 5 ходов совершить успешное покушение за талисман. Восстание в Мариенбурге так и не произошло. Замечательно. Кто-то у нас тут уровень поднял. Что ж ты будешь давать? Давай ты будешь щит веры давать. И какой у нас выбор? Никто из основных героев сюда, конечно же, не доплетается. Вот этот дружище остановится где-то, где-то здесь. Дальше он не пройдет. Значит, нам надо в Горсель. Срочно, иначе мы это поселение потеряем. Допустим, ты пока что здесь встанешь. Восстание не случилось, просто замечательно. Может подтянуть еще войска. Ладно, я знаю, когда мы это решим. Мы сейчас попробуем сразиться с вот этой вот маленькой ордой. Но уничтожать ее мы не будем. Кому тут ближе следующий уровень? Я бы ему даже дал какой-то артефакт на восстановление здоровья. Но, увы, я не предусмотрел этой возможности, поэтому у него только огнешар. Дополнительное учение шанса убить цель. Ладно, общественный порядок пусть будет. Кто будет воевать? Карл Франц или будет воевать вот это чудо? Карл Франц все еще мог бы отправить... Ну, правда, чего отправляться? Тут еще одна хаосидская армия. 30-й или 18-й уровень? Кому важнее? Да, никто из них особого опыта из этой битвы не вынесет. Так что Карл Франц сразится. И вот тут вот опять мне пригождается стремительный удар. Конечно же, я не одолею вот этого врага даже с помощью гарнизона. А гарнизон у меня потрепанный. Ему бы надо время восстановиться. Поэтому стремительный удар и нападаем. На этот раз автобой я не провожу для того, чтобы эту армию не уничтожить. Помните, эта армия у нас будет залог того, что приход следующей волны хаоса будет отсрочен на неопределенное время. Что позволит нам выстроить линию обороны и, возможно, колонизировать ближайшие северные земли. Хотя нам активно будут мешать скеллинги и варги это делать. Ну и четыре возможных оставшихся орды, которые... Мы, кстати, посмотрим, как они будут действовать. Не зря мы наняли агента шпиона. Он нам покажет, будут ли они нанимать этих же избранных, станут ли они такой же опасностью. Но согласитесь, четыре полных орды, пусть даже они возле ваших городов и заставляют вашей армии разделяться по две на одну орду хаоса. Иногда даже по три. Все-таки легче, чем... Сколько? Двенадцать плюс три. Пятнадцать орд, которые идут именно к вашим городам и нигде не останавливаются. Надо перед Рейкландом какой-то буфер выстроить из десятка городов, прокачанных со стенами, со всем остальным. Чтобы во второй волне погибали они, а не наши земли самые основные. Ну чё, тут всё просто. Супер артиллерия. Супер артиллерия. Супер стрелки. Так, стрелки, стрелки, стрелки. Ну, конечно с вами. Кстати, интересно было бы мне попробовать, попробовать, попробовать вот это вот дело. Никогда не пробовал. Ближний бой впереди, стрелки впереди. А ну-ка давайте вот так вот сделаем. Артиллерия только слишком далеко. Так, что нам надо? Индикаторы отрядов, значки отрядов, уровень угрозы, скрыть растительность. Да, вот это вот скрываем. Сектора стрельбы пусть будут. Тут маршруты перемещения не надо, метки выбора, ауры персонажей. Да, хочу видеть значки статуса отрядов. Да, хочу видеть. Попробую немножко расширить свой горизонт и сделать по-другому. Сделать для себя удобнее бои. Благодаря этой модификации мне, конечно, приходится учиться и учиться играть. Но, опять же, смотрите, вот если мы выставляем позади нашу артиллерию, это хорошо. Она под защитой стрелков и мечников. Но, мы знаем, что вот эти вот ребята, они же распанахают нам практически всю армию. Поэтому давайте поставим их где-то рядом. А вот этих вот вот сюда. Лучше вообще вот так вот поставить. Выделим в отдельную группу. Ну что, начнем сражение. Нашел, кого бояться. Это ж просто кучка воинов хаоса. Теперь они не выглядят так страшно, как до этого. Но, тем не менее, не думайте, что эти воины не поубивают наших, если мы подпустим их ближе. Легко себе поубивают. Будем очень-очень аккуратны с ними. Ай, на легендарке недоступен замедленный темп. А было бы так хорошо. Давайте подсчитаем, какой урон мы сможем нанести. Двенадцать. Давай-давай-давай, подставляйся под кавалерию. Под артиллерию, точнее. Под кавалерию ты подставишься чуть-чуть позже. Выведем их вот сюда. Двадцать один. Хорошо. Ишка реагирует на наши перемещения. И немножко это их... Замедляет. Они подставляются под огонь артиллерии. Сколько ты только троих убила? Ну, здоровья отняло много. Ну, чё. Мы как бы показали, что типа готовы нападать. Но на самом деле это всё лишь хитрость для того, чтобы ещё больше и дольше обстрелять противника. Причинив ему больше потерь. И готов, и не готов. Стоять, помедлим. Да, всё это на самом деле... А чё даёт? Защита, атака, доспехи. Может, ауру им накидать, чтобы артиллерия их лучше пробивала. Так, секундочку, друзья. Мне нужно нажать паузу. Так, всё. Продолжаем этот бой. Увы, есть кое-какие дела, которые отвлекают. Тихо, ребят. Я бы вас даже в кучу собрал. Но, учитывая, что Карл Франц-то может восстановиться. А ну, давайте попробуем завести сюда Карла. Кинуть огни шар. И продолжать обстреливать. Я знаю, что вы хотите, но я... Не дамся. Последние залпы делает наша... Ракетница, солнце дел. Но весь хаос собран в кучку. И, может быть, даже до нашей армии он и не дойдёт. Моральки у них осталось совсем немножко. Так, что сейчас хася-то побегут. А ты чё хочешь, а? Чё ты хочешь от моего отряда кавалерии? А ну, отцепись от него. Помним, что... Давайте, кстати, испытаем, сколько мы можем здоровья потратить. Слушай, ты, Проныра, а ну, отцепись. Через альт сделаем так, чтобы обстреливали определённую область. Помните, нам нужно оставить несколько отрядов, чтобы они смогли убежать. Поэтому сейчас мы отойдём к Карлам Францам. А то сейчас доиграемся. Хаос превратился в наши игрушки. Ну, а там стрелки довершат начатое. Ребята, кажется, вам пора бежать. Стрелки! А, вы ждёте, пока зайдут в зону атаки. Возбудились и атакуем. Всё, кажется, побегут. Это победа. Но помните, догонять их не будем. И, наверное, даже Лорда убивать не будем. Пусть восстанавливается. Сколько ты уровня какого? Вот этого я не посмотрел. А как посмотреть, какого же он, гад, уровня? Наверное, позже, когда закончим сражение. Три пятьсот. Сейчас посмотрим, сколько здоровья мы восстановим. Всё полностью. Да. С трёх пятьсот по пять девятьсот это... Две с чем-то тысячи. В результате в его армии мы ничего не потеряли. Впервые хаос несёт потери мы не несём. Решительная победа. Ну, это просто было издевательство над остатками. Если вот такие вот остатки нам держать удастся, то мы сможем хорошо и спокойно расстраиваться. Ну, конечно, нужно ещё пронаблюдать, как Орда хаоса будет себя вести после того, как... ...она отступит. Будут ли они стоять лагерем и нанимать новые войска? И какого рода войска это будут? Если это будут великаны или что-то особо жуткое и ужасное, то, может быть, мы даже себе же делаем хуже. Если это будут войска поскромнее, типа варгов, скейлингов, троллей, ну, что-то такого попроще. Тогда да. Тогда... Может быть, даже нам получится оседлать волну хаоса, первую волну и кататься на ней какое-то время. Понятно, что есть очень много случайных факторов. Например, хаос объявляет войну нежить, и нежить приходит, добивает одну из четырёх орд, и всё. На этом всё заканчивается. Либо маленькие орды лезут на убой, одна из орд умирает, и сразу приходит следующая волна. И начинается страдание империи. Но что сможем сделать, то постараемся сделать. Помним, что все эти рассуждения, это ещё вилами по воде писано, потому что две полных орды, как минимум, мы видим. И с ними ещё сражаться придётся, и мы этого сражения никак не избежим. Первого уровня, что, в принципе, неплохо. И мы его не добиваем, просто заставляем отступить. И давайте пройдём вот сюда. Вот сюда отступила предыдущая орда. Мне, конечно, интересно было бы посмотреть, есть ли тут какие-то орды. Но давайте пронаблюдаем за... Вот она, кстати, тут стоит. Восстанавливается 10 отрядов. Здесь их побольше. И тоже первоуровневый герой. Ну, первоуровневые герои, это, конечно, лучше, чем десятиуровневые. Во-первых, по количеству здоровья, во-вторых, по умениям. Смотрите, что может сделать этот маг, и что может сделать этот. Если это только огнешаром может бодаться. То этот маг может и горящие головы посылать, и пылающий меч руина нам тут делать. В общем, всё-всё-всё может творить. Так что будем осторожны. Ну что, отступим. Пусть Хаос сам решает, осаждать ли ему Альдорф или нет. Может, даже попробуем сделать засаду. Опять. Вряд ли нам удастся догнать. Нужно всё-таки ордочку разбить. Можно напасть, конечно, на вот этих вот. Как я там хотел. Нанять Алибарды. Или передать Алибарды. А если бы мы, например, не дожидались осады Альдорфа, а попробовали бы вдвоём напасть. То, боюсь, была бы небольшая проблемка, потому что эти пришли бы как подкрепление и могли бы погибнуть окончательно. Так что нет, пока не можем. Не знаю, ходить ли тоже в засаду. Ну, в общем, надо решить, как нам действовать. Или может предоставить это следующей серии. Хватит одного сражения на серию. Там дальше будет видно. Хорошо, друзья. Значит, вот эти все манёвры пока смысла не имеют. В следующей серии мы с вами встретимся и увидим, что будет дальше. Удачи вам и хорошего настроения.